Представлю вашему вниманию бойца в синем углу клетки. Ему 23 года, росту 78 сантиметров, вес 70,4 килограмма. Его профессиональный рекорд – 6 побед, 2 поражения. Его стиль – ММА из города Душанбе, Таджикистан. Фазлидин Абидан! А вот его соперник в красном углу клетки. Ему 20 лет, росту 80 сантиметров, вес 70,8 килограмма. Его профессиональный рекорд – 5 побед и только одно поражение. Его стиль – ММА из города Грозный, Чеченская Республика. Али Сулейманов! Ну и напомню, дорогие друзья, что традиционно также рядом со мной замечательный и, возможно, лучший чеченский телекомментатор Адам Ахматов. Приветствуем всех, мир вашим домам, дорогие друзья. И мы продолжаем наш бойцовский вечер в целом. Ну и начинаем его на телеканале «Девятая волна». С поединка между Фазлидином Абидовым и Али Сулеймановым. Интересно, что даже не стал реагировать на лоу-кик Али Сулейманов. То есть явно нацелен на то, чтобы прям подбираться и на акцентированный удар на ближнюю дистанцию. Ну, посмотрим, посмотрим. Заявка интересная. Насколько эта карта сыграет. Вот все на ваших экранах. Поддавливает пока Сулейманов. Ну и интересно, стоит в более-менее фронтальной стойке. То есть готов в любой момент выкинуть удар с любой из рук. Пока нельзя сказать, что он более успешен. Мне кажется, больше попаданий у бойца из Таджикистана. Фазлидина Абидова. Ну, вот сейчас хороший эпизод. Ну, и до этого тоже Сулейманов неплохо с левой попал. Хотя вот мы видим сейчас покраснение именно на лице Сулейманова. Ну, да, вот был у нас интересный поединок в первой части, который я крайне рекомендую повторно всем посмотреть. Когда большая часть попаданий была у одного спортсмена. Ну, и сечки все были тоже у него. Такой парадокс. Ой-ой-ой. Хороший акцентированный удар. И первый проход в ноги. Две ноги сразу. И да, получилось. Получилось тащить вниз. Ну, посмотрим теперь, что получится выжить из этого положения. Первый тейкдаун в этом поединке есть. Он за Олесю Сулеймановым. Ну, и сколько подобных ситуаций мы сегодня уже видели. Ну, да, да, да. Действительно, именно в таких ситуациях зачастую победители определяются. Так, Зорова вышел. Таким кувырком сорвал захват. Но не получилось. Получилось тащить. Но не получилось пока полностью вот как-то убрать этот прессинг. Сторон Сулейманова. Коленями обрабатывают бедра соперника Сулейманов. Ну, и, видимо, да, будет искать новых попыток прохода в две ноги. Но мы видим, что Абидов контролирует руку. Одну из рук, по крайней мере. Такой возможности не дают. Попытка вырваться. И да, успешно. Да, успешно. Сейчас увидим продолжение. На дальней дистанции. Здорово. Хай-кик такой хлесткий. Есть еще некая каратистская база. Сулейманова. И очень легкие такие хлесткие ноги. Ой, руки так хорошо. Все дошло до цели. А вот здесь вот подкараулил, но в полной мере воспользоваться не удалось. Ух ты, здорово такой высекающий лоу-кик. Абидов очень активно работает лоу-киками. Ну и красавец получается. Мало кто вот так успешно применяет лоу-кики. Очень свободно работает Сулейманов. Ага, вот попадает хороший джеб. Чуть-чуть опаздывает сейчас обидов в этих эпизодах. Ага, хороший фронт. О, как интересно. О, хороший лоу-кик и тут же ответ на удар. А, все нормально. Ну там был эпизод, когда обоим показалось, что был удар в пах. Ну, оба, соответственно, отреагировали адекватно. Ну и очень жесткий проработок сейчас прошел у Абидова. Раунд на заглядение, посмотрите. У Сулейманова, смотрите, потек нес. И, возможно, есть какая-то... Мы будем надеяться, не травма глаза, а просто... Ну, то ли ссадина, то ли ушиб. Ну, это самое вначале еще раунда было, заметно там... Да, вот нос в самом конце... Хорошо попал, вот область обидов. Очень интересный первый раунд. Классно на самом деле. И интересно за ним наблюдать, интересно будет посмотреть, что будет дальше. 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 Заводит, да, заводит себя и толпу, ну как толпу, трибуны. Раун под номером два. Снова Али Сулейманов поддавливает Фазидина Абидова, очень мало кто кидает вот так фронт-кик именно вперед. Посмотрите, как здорово на ногах стоит Али Сулейманов. Да, баланс очень хорошо чувствует, хотя момент, конечно, опасный был. О, хорош. Это сейчас как раз состава Зулаева подслушал Али Сулейманов. Подзажимает так угол, что довольно трудно в круглой клетке, но тем не менее, вот да, большое количество попаданий подводит постоянно к стенке. Все более ощутимо для Абидова становится это удары, его попытка перевода в одну ногу. Ну и раскидывает, да, вот так видите, на два этажа, что в итоге получается создавать такие вот опасные ситуации. Не знаю, насколько получится, не получится сейчас перевод, это мы сейчас увидим, но работает результативнее в этом раунде. Грузинский спортсмен. Ну, собственно, мы помним, когда он выходил, постоянно показывал, соответственно, ну вот такую работу локтями еще на выходе. То есть, очевидно, готовил или просто любит эти удары, пригодились. И постановит сейчас обмен любезностями. Правый, левый боковой на левый джеб. Ну, очень здорово. Хорошо. Два попадания сразу. Здорово. Ну и снова в очередной раз не удается занять позицию Позеледину Абидову. Ну, очень классный, на самом деле, прием. Он такой типично самбийский, когда мы вот так под дальнюю ногу отбиваем, но с захватом одной лишь руки. Обычно он заканчивается ровно так. То есть, бросить получается, но при этом боец теряет позицию, дает спину. То есть, тут все так, как должно быть. Еще колено. Еще хороший удар. По корпусу работает. Вот удары в голову. Хорошие локти. Причем сильные руки. Развернулся Абидов. Да. Вот так вот сейчас спину окончательно забрал Али Сулейманов. Теперь, конечно, будет пытаться наверняка растягивать соперника, выходить на удушающий. Но для этого нужно, конечно, размягчить ему Фазлидина Абидова. Да, пока не такое прям удачное положение. Все-таки не совсем четко за спиной. Здесь, может быть. Ну, пока трудно сказать. Камера ловит не всегда точно отражая. В общем-то, спортсмены почти все время на боку. И, соответственно, на боку сделать этот прием во многом тяжелее. Ну, не считая конкретных ситуаций. Контролирует все-таки руку соперника Абидов. Абидов не позволяет он выйти на удушающий. Просунуть его, так что называется, подбородком. Ой-ой-ой, а вот это, кстати, он, ну, очевидно, промахнулся. Он бил сюда по плечу. Да, попал в затылок. Крайне неприятный эпизод. Ну, мы видим, что на Абидове он не отразился. Очень плотный захват сейчас ногами. Развернуться будет трудно. Но мы видели уже, в том числе и сегодня, что вполне возможно. Интересно, сейчас локтями работает по ноге Абидов. Абидов и, кто знает, вполне, может быть, нанесет травму. Ну, или даже просто значимый ушиб, может сказаться, на ходе поединка. Ну, это все гадания на картинной гуще. А как оно будет на самом деле, давайте смотреть. Уже скоро в раунде под номером 3. Нас забудьте. Вообще. Воскресан. Вот праздник. Да, не ждуйте. Нас убила. О, подожду. Нет. От дуги. Воскресенье. Вы там, совершенно не убили. Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну да, кровавая концовка получается Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну и логично сейчас пригласят, соответственно, врача, который постарается с этой сечкой что-то сделать Субтитры делал DimaTorzok 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 Нагоняя устраивает. Можешь себе позволить. Ну, правильно, футболк сразу надо одевать. Дорогие друзья, ввиду снятием врачом на четвертой минуте второй секунды третьего раунда победу одержал Али Сулейна! Я не знаю, вы что-то слышали.